Всем тихой ночи! Пришло время поговорить понемногу обо всём. В нашем крайне нерегулярно выходящем шоу «Потерянный сигнал». Событий в сообществе SCP в последнее время как-то не очень много, но иногда возникают вещи, которые имеет смысл обсудить. Для начала хочу показать вам небольшой Зин, который выпустила художница, нарисовавшая меня, то есть того человека, которого вы видите сейчас на экране. Там есть много разных артов. Тут и Маска, и Чумной Доктор, и SCP-055 даже есть. Можно увидеть арты на объекты нашего руфилиала. Всё в едином авторском стиле. Да ещё и множество отсылочек и всяких интересных деталей. Ссылку на группу ВК-автора оставлю в описании. Там же можно заказать этот Зин. Или не этот. Автор обещает выпустить ещё много разного интересного. И за этим можно будет следить в группе. Ну и вообще, мне кажется, что это хорошо, когда художники так продвигают своё творчество. В последнее время на Ютубе появилось несколько новых анимационных каналов по SCP. Все они сходу начали набирать большие просмотры. Все они сделаны в похожей стилистике и достаточно часто выпускают видео. Это, а ещё то, что они кидают автоматические страйки на другие каналы и забирают монетизацию тех, кто использует их материалы. Говорит о том, что они состоят в крупной медиа-сети. В медиа-сетях нет ничего принципиально плохого. Большая, серьёзная фирма увидела огромный источник контента, всяких историй и персонажей. Она увидела большую фан-базу и, конечно, решила подзаработать. Об их контенте я говорить не буду. Кому-то нравится контент, которые делают отдельные авторы, как, например, я, Иван Конструктор или Мистери Баскет, а кому-то конвейерный продукт от анимационных каналов. Кстати, у Ивана Конструктора вышел ролик, в котором он говорит об этом контенте. Я лично хочу поговорить немного о другом. То, что я хочу сказать, в целом уже говорил на своём канале один западный ютубер под названием SCP Illustrated, но он удалил свой ролик, да и мне есть что добавить от себя. Суть в чём? Конвейер анимационных SCP каналов работает очень быстро, и все эти каналы обмениваются трафиком между собой. Они все состоят в одной сети, в результате чего набирают огромные просмотры практически с нуля, что просто невозможно для обычного автора, и легко заполняют с собой всю поисковую выдачу ютуба. В чём вы можете убедиться, набрав SCP на главной странице сайта? Из-за этого приток новых зрителей просел абсолютно у всех других авторов по SCP на ютубе. Даже у таких старых и крупных каналов, как SCP Illustrated. Что уж говорить о каналах поменьше? У них теперь просто нет шансов. Но это только часть проблемы. Я вот, например, вполне доволен своей аудиторией. У меня есть вы, вы классные. Я вижу вас в комментариях, вижу, что вам нравится то, что я делаю. Ну и я продолжаю это делать. Но вот у новых авторских каналов, у которых ещё мало постоянных зрителей, им будет куда сложнее, чем было, например, мне в самом начале. Но в целом, наверное, это естественно. Точно так же большие магазины вытесняют маленькие. Сетевые рестораны выдавливаются рынка обычные. Так же происходит и тут. Другая сторона – это некоторые изменения в сообществе SCP. Это изменение можно увидеть, если зайти на любой сайт с рисунками, например, на DeviantArt. И там, набрав SCP, вы увидите, что поисковая выдача заполнена детскими рисунками чуть более чем полностью. Эти рисунки буквально смыли с собой приличные арты, которых до этого там было немало. И теперь нормальную картинку среди детских каракуль найти практически невозможно. Да, анимационные каналы работают с младшей аудиторией достаточно эффективно, завлекая детей яркой и сочной картинкой, высоким темпом повествования и всем таким прочим. И если бы у нас был какой-то сборник истории, ориентированный на детей, проблем бы не было. Но у нас не сборник детских сказок. SCP может быть ужасами, городскими легендами, мистикой, сайфаем, но это по сути не детский контент. Да, детям может нравиться SCP, но он к ним изначально не обращается. Анимированные каналы же сильно упрощают и адаптируют контент по SCP для своей аудитории, меняя саму его суть. И опять же, проблемы бы не было, если бы это были какие-то другие три буквы. Но проблема в том, что аудитория анимированных каналов и аудитория фонда существует в одной условной комнате. То есть, что возникает, когда человек набирает в поиске SCP. И анимированные каналы, благодаря тому, что состоят в медиа сети и обладают куда большими возможностями в плане влияния на аудиторию и платформу, чем авторские каналы, рано или поздно занимают эту комнату полностью и превращают весь фандом в детский сад. А с третьей стороны, стоит ли вообще как-то бомбить в этой ситуации? Тем более, что хотя бы один из этих каналов, ну во всяком случае, он правильно объясняет лор SCP, без каких-то явных упрощений для детей. И на том спасибо. Вот тот же Иван Конструктор довольно эмоционально высказался по этому поводу. Я же думаю, что появление вот такого фастфуда по SCP было неизбежно. Для себя я вижу в этой ситуации выход в том, что планирую делать также и видео на темы, которые подобным конвейерам просто не интересны. Про тот же самосбор, например. Или что-то такое, что требует поиска большого объема информации. Как, например, видео про SCP в реальной жизни. Сценарий к такому видео пишется, ну, чуть подольше, чем к обычному лорному. Может, даже буду делать что-то более мрачное и хоррорное на тему SCP объектов. Кстати, заходите на мой второй канал. Там я забираюсь в самые мрачные углы интернета. Кстати, о самосборе. После выхода видео про самосбор мне написало немало людей, которые делились разной информацией. Ютуб-канал одного из них вы можете также найти в описании. И из всей этой информации я понял, что вселенная самосбора находится в стадии бурного формирования. В 2000 году самосбор был достоянием исключительно обитателей российского анонимного сайта Двач. Сайт, который хостится на серверах Mail.ru. Анонимный. Кек. Однако нашлись люди, которые увидели в идее самосбора потенциал. Первым из которых был некий архивариус. Он создал ныне неработающий сайт, на котором, как говорят, был большой сборник артов и историй по самосбору. Тогда оказалось, что вот оно. Зарождение нового фандома. Но случилось событие, поражающее своей абсурдностью. Пришел человек, известный как Акула, и заявил, что раз в самосборе может быть все что угодно, то должна быть организация, полностью состоящая из фури. Поднялся дикий срач, на который сбежалось множество троллей. И из мрачной мистической вселенной все в один момент превратилось в цирк с аттракционами невиданного взаимного троллинга. В итоге этой драмы сообщество разбилось на две части. Одна считает, что самосбор это мрачная и темная фантастика. И такой она и должна оставаться. Другая же часть говорит о том, что в самосборе может быть все что угодно. И если какая-то часть сообщества хочет видеть организацию фури в мире бесконечной хрущевки, то почему бы и нет? Последней попыткой создать общий сайт для всего сообщества был самосбор Вики, также известная как Хрущепедия, которая сейчас так же мертва, как и идея соединить мрачное и смешное. Что-то похожее на историю лол фонда в SCPS, так подумать. Так или иначе, с тех пор большая часть самосборного Люда перебралась в контакт, и теперь на два час темы про хрущевселенную появляются редко. Хотя, как говорят, сейчас там теплая ламповая атмосфера. В контакте же бурление продолжилось. Фандом развалился на два основных направления. Одни по-прежнему считают, что никаких правил нет и быть не должно. Ведь лора и история самосбора должна развиваться во всех возможных направлениях. Другие же назвали себя Подвал Тим и делают самосбор, все же ограниченный некоторыми правилами и канонами. Последние сделали красивый сайт, который постоянно наполняется контентом, для которого установлены некоторые общие правила, объясняющие, что такое гигахрущевка, что в ней есть и чего нет. Они же пишут романы, записывают музыку, делают видеоролики и даже собираются снимать короткометражку. На их сайте мне понравилась одна из теорий на тему того, что представляет собой гигахрущ. Ведь в сущности это лимб, пространство, куда после смерти попадают люди средние, которые не успели сделать ни добра, ни зла. Тот самый маленький человек, живущий обычную жизнь, что работает на обычной работе и заканчивает свой совершенно обычный путь совершенно обычным образом. Такой человек и попадает в самосбор. Такая идея, конечно же, убивает фантастическую составляющую. Ведь жизнь после смерти это уже явно не фантастика, это мистика. Зато отлично объясняет, почему все местное население ведет такую жизнь, почему все местное бытие подчинено только одной цели – создавать неприятные ситуации местным обитателям. Люди в гигахрущевке рождаются, проживают целые жизни и умирают. При этом никто из старожилов не может вспомнить, чтобы когда-то было по-другому. В этом мире всегда одно и то же время, всегда одна и та же эпоха. Похоже на конец 80-х и местами 90-е годы в СНГ. Нет никакого до и не будет никакого после. Время в гигахрущевке закольцовано. Самосбор – это наказание душ за пожизненную серость. И в этом он предельно ярок. Как по мне, неплохой канон, хотя и клонящийся в сторону именно мистики. Ну а с другой стороны, есть вариант с Фурии. Такие вот кусочки информации приплыли ко мне в руки за последнее время. Не скажу, что так уж много всего происходит, чтобы делать такие видео постоянно, но раз в полгода бывает и такое. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok